Доброе утро, Диана. Полиция Центрального района вас беспокоит. Извините, что крана вас попросили открыться. Мы хотим вам просто оставить вот такую брошюрку. На листовках простые правила, как отличить фальшивку от оригинала. И что делать, если в руки попала купюра, подлинность которой вызывает сомнения. Такие листовки полицейские в эти дни в рамках акции «Внимание!» фальшивка раздают по всему городу. Заходят в каждый магазин, в каждый ларек. Поддельные денежные знаки попадают в кошельки граждан по причине их собственной невнимательности. Фальшивку можно встретить не только на рынках, в торговых точках мелкого сбыта, но и в крупных гипермаркетах и торговых центрах. Поэтому мы предубеждаем всех жителей и гостей нашего города быть максимально внимательными, особенно в праздники. Как говорят стражи порядка, предновогодние дни – самое горячее время для фальшивомонетчиков. Особенно часто преступники подделывают тысячные и пятитысячные купюры. Подделки бывают настолько качественными, что даже аппараты проверки денег иногда ошибаются. Один из советов экспертов – внимательно смотреть на серию и номер бумажного знака. «Лично я еще не встречала ни одной фальшивой купюры с хорошо надпечатанным серийным номером. Он всегда осыпается. Легонечко потерли, осыпался – все. Это уже подделка». В этом году по подозрению в изготовлении и использовании фальшивых денег полицейские задержали сочинца. Злоумышленник действовал на территории города несколько недель. В основном сбывал деньги в мелких торговых точках и на городских рынках. Там, где сложнее всего проверить подлинность купюр. Сочинец был задержан с поличным. В отделении признался, что фальшивки дал ему знакомый, которого через некоторое время тоже задержали. При обыске в его квартире были обнаружены 74 поддельные купюры достоинством в 1,5 тысяч рублей на общую сумму 150 тысяч.